В этой трубке сейчас находится горячая вода. И опущены здесь два датчика. Датчик температуры по блютуз передавать будет сюда. Датчик давления по блютуз передавать будет сюда. Давайте откачивать воду и посмотрим, как будет изменяться давление и температура при этом. Закипит ли эта вода. Ну все, все готово. Надо запустить измерение. Запускаем. Видим, температура появилась. Давление. Начинаем откачивать. И мы видим, вода закипела. Стоит бросить откачивать и кипение прекращается. Хорошо видно, как понизилось давление. Чтобы также хорошо было видно понижение температуры, я переключаю масштаб отображения температуры. Можно вот таким образом сделать. Начиная откачивать водяной пары с трубки, воздуха там уже почти нет, и кипение быстро возобновляется. Как известно, на такой интенсивный процесс парообразования, как кипение, требуется энергия. Откуда же она берется в этом опыте? Всем известно, что стоит выключить газовую горелку, то кипение воды в чайнике сразу прекращается. А где здесь источник тепла для кипения? Его нет, но кипение происходит. Почему? Вода в этом опыте кипит за счет своей внутренней энергии, которая поэтому уменьшается. Вследствие этого падает ее температура, что хорошо видно. Вода в этом опыте кипя охлаждается. Для того, чтобы вода кипела, надо постоянно понижать температуру. Если этого не делать, то кипение быстро прекращается. Конечно, даже если бы не было кипения, то температура воды тоже бы уменьшалась за счет теплоотдачи в окружающей среду. Но охлаждение воды при кипении происходит намного интенсивнее. В этом опыте температура воды понизилась на 10 градусов Цельсия, 66,5 градусов до 56,5 градусов за 182 секунды. При этом в течение этого времени вода кипела не все время. В то время, когда я не откачивал пар, кипения не было. Когда я повторил опыт, но без откачивания воздуха, и вода остывала только за счет теплоотдачи, то за те же 182 секунды вода остыла всего на 2 градуса Цельсия. Видите, какая огромная разница. Здесь я совместил два графика, чтобы хорошо было видно, насколько быстрее понижалась температура, когда вода большую часть времени кипит. Без кипения на те же 10 градусов температура воды понизилась за целых 1055 секунд, что в 5,8 раза дольше, чем при кипении при понижении давления. Здесь мы хорошо видим, что при данной температуре заставить ее кипеть понижением давления совсем нетрудно. С каждым оборотом начинается бурное кипение, и вращая за ручку маховик пока еще достаточно медленно. Но наблюдая данный опыт, можно заметить, что по мере понижения температуры, мне приходится вращать ручку маховика все быстрее, чтобы вода все время кипела. По графику давления мы видим, как теперь стало медленно падать давление. Данным насосом теперь уже не удается быстро понижать давление, поэтому скорость вращения маховика приходится увеличивать, чтобы кипение не прекращалось. Прошло совсем немного времени, и посмотрите, как теперь приходится мне быстро вращать маховик, чтобы происходило кипение. А вот теперь приходится откачивать более интенсивно, чтобы кипение продолжалось. Как известно, вода начинает кипеть тогда, когда давление на пузырек растворенного в ней воздуха с насыщенным внутри него паром становится меньше давления этого насыщенного пара. Давление на пузырек воздуха с паром складывается из давления внешнего на воду, это давление пара внутри трубки, и гидростатического давления столба воды. Откачивая пары с трубки, я понижаю его давление. И оно в сумме гидростатическим давлением становится меньше давления насыщенного пара при данной температуре. Поэтому вода кипит. Справа я вывожу с самого начала опыта таблицу со значением давления насыщенного водяного пара от температуры. И можно заметить, что когда вода кипит, то давление внутри трубки обязательно меньше давления насыщенного пара, соответствующего температуре в момент кипения. Еще можно заметить, что чем больше эта разница в давлениях, тем интенсивнее происходит кипение. Давайте рассмотрим отдельный кадр из этого видео, когда температуры равнялись целому числу. При температуре 65 градусов давление насыщенных паров 25 кПа, а у нас 23,3, значительно меньше. Поэтому такое мы наблюдаем интенсивное кипение. А на сколько меньше? На 1,7 кПа. Учитывая, что 1 см водяного столба соответствует 100 паскалей, значит, такое давление создает 17 см водяного столба. И как раз на глубине 17 см где-то здесь и находится датчик. Значит, начиная с этой глубины, давление меньше становится, чем давление насыщенных паров. Поэтому происходит интенсивное кипение, и здесь мы хорошо видим. Если же глубже, то из-за гидростатического давления, давление становится внутри больше давления 25, и кипение не происходит. Или давайте посмотрим 64 градуса. 23,9 это давление насыщенных паров. У нас 23,1. Разница очень маленькая, 800 паскалей, поэтому кипение только где-то на поверхности. А там, где датчик на глубине 17 см, давление получается 24,8. И это больше, заметно больше, чем давление насыщенных паров. Поэтому в этой зоне кипения не происходит. Но вблизи поверхности давление всё-таки меньше, давление насыщенных паров. Поэтому кипение происходит. В 63 градусах разница давлений достигает 2 кПа. Поэтому тоже интенсивно происходит кипение. Но посмотрим на дне. Глубина здесь примерно 30 см. Это 3 кПа. Получается 23,9. Это больше давление насыщенных паров. Поэтому вблизи дна мы видим, что кипения не происходит. Но там, где давление меньше, интенсивно увеличивается объём пузырьков под влиянием давления насыщенного пара. Здесь разница вроде бы есть при 62 градусах. И заметная. Поэтому и кипение хорошо происходит. Но разница меньше, чем в предыдущем случае. Поэтому менее интенсивное кипение. А здесь разница совсем маленькая. Поэтому только на поверхности мы видим пузырьки кипения. Чуть глубже и давление становится больше давления насыщенных паров. Причём, обратите внимание, температура 57. Это там, где датчик расположен. А выше температура может быть ниже. Тогда разница становится ещё меньше. Например, если 56. Тогда вообще получается совсем маленькая. Ну а здесь, да вообще, давление внутри паров больше давления насыщенных паров при температуре 55. Поэтому кипение не происходит ни на какой глубине. Даже на поверхности. То же самое при 50 градусах 12,4, тут 12,3. Кипение не происходит. И при 48 градусах то же самое. Здесь давление внутри больше давления насыщенных паров. Здесь я стараюсь вращать паховик максимально быстро. А кипение идёт слабо. И только на поверхности. Если бы данный насос мог и дальше хорошо понижать давление, то и в дальнейшем вода кипела бы интенсивно. А мы видим, что несмотря на мои усилия, давление уменьшается очень медленно. Поэтому уже скоро кипение прекратится совсем. Хорошо видно, как значительно увеличивается объём пузырьков по мере всплытия со дна на поверхность. Это происходит по причине уменьшения гидростатического давления на пузырёк по мере его подъёма вверх. Ну а теперь уже можно считать, что кипение не происходит. Но при этом мы видим, как всплывают отдельные пузырьки и как значительно увеличивается их объём по мере всплытия. Чем меньше давление в сосуде, тем сильнее проявляется уменьшение гидростатического давления в воде с уменьшением глубины. Значит, тем сильнее увеличивается объём пузырька при его всплытии. И это здесь хорошо видно. А вот что получается, если скорость воспроизведения увеличить в 9 раз. Здесь я, наоборот, замедлил воспроизведение, чтобы хорошо было видно, как со дна поднимается пузырёк воздуха. Понятно, что в дальнейшем кипение уже не будет происходить, только поднимаются отдельные пузырьки. Субтитры создавал DimaTorzok